Здравствуйте! Это время новостей Сочи в студии Ксения Синявская. Мы расскажем о самых интересных и важных событиях дня. Смотрите в нашей программе. Незаконные дома идут под снос. Как проверить недвижимость перед покупкой в Сочи, чтобы потом не остаться на улице? ЧАЭС тут больше не будет. В Адлерском районе приступили к расчистке канала водоотведения. Убережет ли это от подтоплений? Мобильная приемная мэра начала действовать в Сочи. Каков график ее работы и когда она приедет в ваш район? Администрация города Сочи продолжает работу по сносу объектов капитального строительства, в том числе и многоквартирных домов, признанных решением суда самовольно возведенными. С 2019 года уже снесено 442 здания. До конца года планируется приступить к демонтажу еще 12 самовольных строений. Решением Адлерского районного суда удовлетворены исковые требования администрации курорта о сносе двухэтажного объекта незавершенного строительства, расположенного на улице Миндальной. Также Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск мэрии о сносе пятиэтажного объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке на улице Павла Корчагина, рядом с домом номер 11. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда удовлетворено исковое заявление мэрии Сочи о сносе двух объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке на улице Тимирязева. Действует пятилетняя программа, которая составлена до 2028 года и включает в себя 128 объектов, которые подлежат сносу по решению суда и признаны аварийными. На сегодняшний день мы сносим 9 объектов. Еще планируем в этом году приступить к сносу 12 объектов. Общая площадь сносимых объектов составляет более 100 тысяч квадратных метров. В связи с длительным неисполнением застройщиками требования о сносе объектов, признанных самостроями, право на это предоставляется администрации муниципального образования. Сейчас уже заключены договоры с подрядчиком для фактического сноса самоволок за счет его собственных средств. Но в последующем расходы на это будут удержаны с нерадивого застройщика. В настоящее время на всех объектах ведутся работы по демонтажу. По поручению главы города Алексея Копайгородского на курорте на постоянной основе ведется работа по пресечению незаконного строительства в тесном взаимодействии с прокуратурой и правоохранительными органами. В ней также участвуют представители ТОС и Молодежного парламента городского собрания Сочи. С сентября 2019 года по настоящее время получено почти 29 тысяч сообщений о фактах, указывающих на самовольное строительство. Также в Сочи проводится превентивная работа по недопущению покупки гражданами квадратных метров в самовольно возведенных объектах. Для этого на постоянной основе администрации размещаются сведения о проведенных проверочных мероприятиях, реестры, выданные разрешительной документацией. Заключено соглашение с городской гильдией риэлторов Сочи в целях исключения факторов продажи таких объектов недвижимости. Самострой это такая больная тема для риэлторов города Сочи и это все отражается безусловно на нашей репутации, это серьезные репутационные риски. Поэтому мы как гильдия риэлторов Сочи и все наши участники гильдии внимательно следим за появлением таких объектов и очень много сотрудничаем с администрацией города Сочи. При выявлении, при выставлении таких объектов в реализацию, в продажу, потому что для нас, как для общественной организации, как для жителей этого города очень важно, чтобы такие объекты не попадали на рынок и чтобы люди и гости, приезжающие в наш город, не попадали в некрасивые ситуации. Подробная информация с указанием адресов и кадастровых номеров земельных участков, на которых расположены самовольно возведенные объекты, размещается на официальном сайте администрации и портале открытого правительства Краснодарского края в СМИ и социальных сетях. С информацией по выявленным самостроям можно ознакомиться в телеграм-канале управления муниципального земельного контроля администрации Сочи. В случае обнаружения признаков нарушений земельного законодательства или самовольного строительства, необходимо обратиться по телефону доверия. Номер указан на ваших экранах. В Адлерском районе Сочи приступили к расчистке канала водоотведения. Сотрудники муниципального предприятия «Водосток» работают на участке на улице Мира. Перед началом осенне-зимнего периода глава города Алексей Копогородский поручил проверять и прочищать все места, где возможен риск подтопления. Протяженность канала на улице Мира почти 380 метров. Местные жители надеются, что это поможет избежать подтоплений во время сильных дождей. Сейчас, конечно, нас радует, что принялись за то, чтобы это все почистить. Думаю, что впредь больше не будет таких подтоплений. Прочистка ливневой канализации проводится четыре раза в год. Но по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского особое внимание уделяют участкам, где высока опасность подтопления. В течение следующей недели мы закончим данный вид работы. Порядка тысячи тонн вилла вывозим. И данный участок будет служить отсутствием от подтопления дальнейшего участка. Сегодня на балансе водостока находятся 298 километров городской системы водоотведения и 18 единиц техники, включая каналы промывочной машины, установки для откачки ила, экскаваторы и самосвалы. На днях парк муниципального предприятия пополнился новой спецтехникой. Более двух тысяч юных сочинцев и гостей курорта посещают летние досуговые площадки. По поручению главы Алексея Копайгородского, на курорте в течение всего лета действуют более 40 учреждений, где они размещаются. Площадки организованы на территории муниципальных домов культуры и библиотек. График разработан таким образом, чтобы детям и родителям было удобно их посещать. Все досуговые площадки заключили соглашение с музеями, концертными организациями, поэтому дети могут бесплатно ходить в музеи, посещать выставки, кинопоказы и концерты. Ежедневно проводятся спортивные занятия, беседы по безопасному поведению на природе, особенно на воде и в городской среде. По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского, в течение всего лета действуют 44 летних досуговых площадки. На всех площадках действуют мастер-классы по изготовлению декоративно-прикладных различных сувениров, рисунков и других декоративно-прикладных материалов. Очень активно дети занимаются различными спортивными занятиями, это и эстафеты. Особое внимание уделяется детям из семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Все занятия проводятся бесплатно для всех желающих жителей и гостей курорта. В конце лета состоится городской фестиваль закрытия площадок «Нереальное лето», в рамках которого дети выступят с творческими номерами. Теперь жители могут обратиться в мобильную приемную главы Сочи. Ее работа организована по поручению мэра курорта Алексея Копайгородского для более оперативного обмена информацией и обеспечения обратной связи между сочинцами и властями курорта. Первые выездные приемы сочинцев уже прошли в селе Нижняя Шиловка, поселке Дагомыс и в микрорайоне Кудепста. Их ведут сотрудники структурных подразделений мэрии курорта, администрации районов, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Все обращения, поступившие от жителей, зафиксированы и взяты в работу. Огромное количество разных форм работы с гражданами дают возможность делать так, чтобы власть была ближе к народу. По поручению главы администрации города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского был составлен график выездных мобильных приемов. Уже составлен график приемов, который пройдет в ближайшей неделе. Так, 21 июля выездной прием пройдет в Доме культуры «Юбилейный» в Центральном районе. 28 июля в Доме культуры села Верхнеармянское Лао Лазаревского района. 4 августа в селе Веселом Атверского района в школе номер 100. 11 августа в лицее номер 22 по адресу Учительская, 19 в Хостинском районе. 18 августа в Доме культуры Центральной на улице Горького, 85. И 25 августа в ДК села Культурная Учдере Лазаревского района. Сочинские спасатели третий день ищут пропавшего в море мужчину. Поиск ведется на берегу и в море, обследуют акваторию и береговую зону пляжей Лазаревского района. Напомню, о происшествии стало известно в понедельник, когда к сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего. По его словам, они купались в море на одном из пляжей поселка Лао. И в какой-то момент парень исчез из виду. На данный момент известно, что пропавший 28-летний приезжий не умел плавать. О других происшествиях расскажем далее. В автобусе произошел конфликт между двумя пассажирами. Со слов автора, в какой-то момент сидящая женщина заметила, что стоящий рядом мужчина периодически трогает свои гениталии. Она сделала ему замечание и оттолкнула рукой. В ответ мужчина схватил ее за руки, ударил по лицу, потребовал замолчать и попытался выволочь из автобуса. Водитель никак не среагировал. Кто виноват, будет выяснять полиция. Буйного пассажира уже ищут. В хозяйстве все пригодится. Именно так решила героиня этого видео. В Сочи в одном из кафе женщина украла столовые приборы, но этого оказалось недостаточно. Она решила прихватить с собой салфетницу. Воровка думала, что действует скрытно, но камеры ее поймали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель БМВ совершил на нескольких перекрестках управляемый занос с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, при этом не имея водительского удостоверения. Своими действиями водитель создал угрозу безопасности дорожного движения, а также повредил дорожную разметку. Нарушителя оперативно задержали. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 5 суток. Это не все новости. К этому часу смотрите во второй части программы. Дожди не помешали. На Кубани идет уборка пшеницы, а эксперты спорят, повлияет ли прекращение зерновой сделки на экономику региона. 2000 квадратов спорта. Глава Сочи вместе со звездами бокса осмотрел новый многофункциональный спорткомплекс. В чем его уникальность? После небольшой рекламы мы вернемся к новостям. Оставайтесь с нами. Если смокинг, то ДСДОМАТ. Семейная стоматология Гермес. Это клиника современных и эффективных решений для здоровья вас и ваших близких. Семейная стоматология Гермес. Курортный проспект 105. Гипермаркет «Маяк». Огромный выбор товара по низким ценам. Продукты, посуда, все для пляжей и пикника, бытовая химия и многое другое. Держи курс на «Маяк». Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника «Уропро» 300-04-79. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». С начала года количество посетителей Сочи достигло 3 миллионов 800 тысяч человек, что является приростом на 3% по сравнению с прошлым годом. Такие данные озвучили в пресс-службе мэрии после подведения итогов первой половины летнего курортного сезона. Его пик традиционно в июле и августе. Напомню, 23 июня город встретил своего трехмиллионного в этом году туриста. А всего за первое полугодие курорт посетил 3 миллиона 800 тысяч гостей. Сочи готов к приему и большего количества отдыхающих с учетом имеющегося обширного номерного фонда, развитой туристической инфраструктуры, количества и высокого качества подготовки морских пляжей. На курорте проанализировали турпотоки и составили список самых популярных объектов турпоказа. «Все горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» на сегодняшний день модернизируют свою инфраструктуру, как раз-таки ориентируясь на активного туриста, создавая пешеходные тропы к водопадам, к полянам высокогорным и также добавляя элементы экстремального отдыха. Поэтому сегодняшнюю первую тройку – это все-таки наши горнолыжные курорты. Потом идут объекты нацпарка, в том числе 33 водопада, Орлиные скалы, городские маршруты – это Тендрарий, Ривьера, ну и остальные. В принципе, направленность на сегодняшний день, мы видим, что тенденция идет, что приезжает много молодежи, и она интересуется как раз-таки активным отдыхом, а не просто отдыхом на пляже, у моря». Сейчас средняя заполняемость отелей составляет более 86%. Загрузка отелей и апартаментов курортов горного кластера в среднем 75%, в санаториях и пансионатах с лечением 95%, а в ряде крупных санаториев – и 100%. Принесла ли зерновая сделка пользу и что будет после ее окончания – один из актуальных вопросов последних дней. Около 33 миллионов тонн грузов было вывезено благодаря соглашению России, Украины и Турции. Однако 70% из них отправились в страны с высоким доходом, а не в малоразвитые, как планировалось ранее. Эксперты считают, что завершение зерновой сделки только улучшит экономику Краснодарского края. В этом году аграрии Кубани планируют собрать порядка 15 миллионов тонн зерновых культур. На сегодняшний день убрано более 40% пассивных площадей или почти 900 тысяч гектаров. На Кубани в этом году аграрии планируют собрать порядка 15 миллионов тонн зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. Губернатор посетил Новопокровский район, чтобы посмотреть, как идёт уборка пшеницы. Ситуацию на полях края Вениамин Кондратьев также оценил с воздуха. Из-за сильных дождей темпы жатвы снизились, но сейчас погода позволяет аграриям наверстать упущенное. На счету каждый погожий день. Дожди повлияли, понятно, не сдвинули наши темпы, которые мы планировали, конечно, более сжатыми. Но тем не менее, сегодня не только важно собрать, сегодня важно сохранить, ну и, конечно, важно реализовать. Влажность зерна пока ещё такая, которая вызывает опасения с точки зрения его хранения. Я думаю, что, в принципе, можно прослушаться всё-таки ещё. Ну, сейчас влажность хорошая, можно и хранить спокойно. Да, с 12% это уже та, которая позволяет хранить длительный срок. Как знаете, у нас на ролике говорится, не тут урожай, который в поле, а который в закромах. Есть цена, продаём, нет цены, придерживаем пшеничку. И это естественно. Поэтому она должна сохраниться для того, чтобы мы её выгодно продали. В этом году аграрии края планируют собрать порядка 15 миллионов тонн зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано более 40% пассивных площадей или почти 90 тысяч гектаров. Основной объём работы ещё впереди. Глава города встретился с легендами бокса. Двухкратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко, олимпийским чемпионом Рахимом Чакхиевым и чемпионом мира по боксу среди профессионалов Дмитрием Кудряшовым. Вместе они осмотрели новый многофункциональный спортивный центр, который создан на базе спортшколы Олимпийского резерва номер 3. Именитые спортсмены высоко оценили новое оснащение залов для тренировок. На территории 2000 квадратных метров расположились три зала единоборств, а также зал для фехтования, спортивной гимнастики и акробатики, зал тяжёлой атлетики. Возможности расширили. После ремонта здесь одновременно смогут заниматься порядка 400 сочинских ребят. Сейчас в зале также много мальчишек и девчонок, которые готовятся к соревнованиям. В Сочи продолжается стратегическое развитие спортивной инфраструктуры во всех районах. Строятся новые спортивные залы, привлекаются к работе лучшие тренеры. Как отметил Алексей Копогородский, это позволит поддерживать ребятам хорошую форму, добиваться успеха в спорте, высоких достижений, прославляя любимый город. И вот точно так же год назад Алексей Копогородский побывал на открытии другого спортивного зала. В Международном центре прогресса бокса, который расположился на площадке Югспорта. Там занимаются не только титулованные спортсмены, но и любители популярного вида единоборств. Более подробно об этом мы поговорили с заместителем руководителя центра Алексеем Литвиновым. И вот лишь фрагмент программы. То, что бокс там, вот у меня мама тоже, она считала, пойдешь на бокс, тебе там лицо разобьют, ты там накачаешься, на самом деле все не так, и это очень круто. Там за час тренировки, там два-три раза в неделю у тебя не будет такого, что там ты идешь, если ты не хочешь сразу на ринг, чтобы тебе дали по лицу, или чтобы ты там качался до того, чтобы у тебя были накачаны руки. Нет, абсолютно комфортно. Это то же самое, что и сходить на тренировку в зал. Просто у тебя добавляется именно область, где ты навыки боксерские развиваешь себя. Просто у людей, у многих, есть такой стереотип в голове держится, что бокс – это мордобой, это вышли два мужика и стали по голове друг другу бить. На самом деле есть прекрасное направление фитнес-бокс. Для девушек, я считаю, это вообще идеальное сочетание. То есть тренировка проходит динамично, ты полностью вовлечен в процесс, ты изучаешь какие-то новые движения, работаешь со своим телом, при этом идет кардионагрузка, идет работа мышц. И за час тренировки ты ментально не устаешь психологически. Это не какая-то монотонная работа, постоянно что-то новое. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». В Гранд-отеле «Жемчужина» открылась 22-я международная выставка ювелирной индустрии «Интер-ювелир-2023». Это событие – настоящий праздник для всех любителей и ценителей изящных украшений. Мой коллега Ваник Абрамян узнал, какие изделия будут представлены на выставке. 22-я международная выставка ювелирной промышленности «Интер-ювелир-2023» объявляется открытой. Открытие состоялось. Различные коллекции ювелирных изделий, включая кольца, серьги, браслеты, ожерелья и многое другое. Всё на выставке «Интер-ювелир-2023». А главным организатором стала компания «Соудсочинские выставки». Мы собираемся здесь для того, чтобы продемонстрировать самые красивые ювелирные изделия в их самом прекрасном воплощении. Сегодня здесь присутствуют 100 компаний-производителей из самых разных регионов нашей страны. Это Якутия, это и Дагестан, Екатеринбург, Кострома, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург. Выставка «Интер-ювелир» объединяет все города России, крупнейшие ювелирные предприятия страны, представительства зарубежных компаний и авторские мастерские. То, что мы производим сегодня, это украшения, которые очень востребованы и нравятся людям. И на сегодняшний день я считаю, что то, что мы производим, понимаете, для того, чтобы сейчас идти вперёд, стоять нельзя. То есть каждый месяц выпускаются новые виды изделия, новые модели. На выставке также представлена уникальная коллекция ювелирных часов, аксессуары, ювелирные инструменты и оборудование. Разнообразие стилей и техник изготовления позволяет каждому посетителю найти что-то уникальное и соответствующее его вкусу. Безумно нравится, очень демократические цены. Брать собираемся, ещё много чего. Собираюсь покупать серёжки жене и дочке, лапочки дочки. Ходим, смотрим. Хорошая выставка, советую всем. Выставка великолепная на самом деле. В прошлый раз я купила шикарные палы. В рамках выставки будет проведён супер-розыгрыш для посетителей. Главный приз – умная колонка «Алиса», сертифицированный бриллиант и билеты в цирк. Выставка «Интер-ювелир-2023» проходит в гранд-отеле «Жемчужина» до 23 июля. Время работы с 11 до 7 вечера. Ваник Абрамян, Дмитрий Говорков. Время новостей. И на этом у меня всё. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиши. В Центральной Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня. Сообщается уже о 15 погибших и под слоем грязи могут ещё находиться люди. Оползень разрушил 22 дома. «Это было неожиданно. Тяжело видеть в такой ситуации людей, с которыми общался всего минут за 20 до оползня. Мой дядя и тётя, мой второй дядя, моя племянница и её сыновья пострадали. Это жёстко». Оползень сошёл в деревне Квитам и в провинции Кундинамарка в результате сильных дождей. В поисковой операции участвуют спасатели, пожарные и военные, а также сотрудники Красного Креста. Подобные бедствия для Колумбии не редкость, особенно в горной местности. Здесь часто идут дожди, а дома строят без согласования с регулирующими органами. Сотни лесных пожаров бушуют по всей Канаде. Дым от них распространяется над всей страной, а также доходит до некоторых регионов Соединённых Штатов. В нефтяной провинции Альберта сейчас бушуют более ста пожаров. «У нас есть 120 активных лесных пожаров, 20 из которых выходят из-под контроля. Большинство неконтролируемых пожаров на севере Альберты. За последние сутки здесь выпало немного дождя. Это полезно в ситуации с пожаром, но недостаточно, чтобы потушить всё». Как правило, в Альберте пик сезона лесных пожаров приходится на весну. Когда тает снег и открывается сухая и мёртвая растительность, огонь распространяется очень быстро. Эта весна выдалась особенно жаркой и ветреной. В итоге одновременно возникло много очагов, которые распространялись в геометрической прогрессии. В целом, с начала года в провинции пожаров было более восьми сотен. «С 1 января в провинции произошло 864 лесных пожара. Выгрело более 1,7 миллиона гектаров. В предыдущий раз нечто похожее было в 1981 году, когда выгрело чуть более 1,3 миллиона. То есть, этот год для нас рекордный». Между тем, в провинции Квебек несколько дней дождя помогли пожарным сократить количество пожаров со 160 в начале июня до 101. Ни один из них пока не вышел из-под контроля. «Всё началось в конце мая, начале июня. По всей зоне прошли сухие молнии. В начале июня у нас было более 160 лесных пожаров. Многие из них вышли из-под контроля или находились рядом с населёнными пунктами. Мы получили много помощи и приложили много усилий, чтобы сдержать эти пожары. Однако на самом деле нам помогла мать природа. К концу июня, начало июля стало больше дождей». В целом, лесные пожары бушуют в западных Британской Колумбии, Альберте, Соскачивани и северо-западной территории, а также в Антарио, Квебеке и Новой Шотландии на востоке Канады. Так завершился в Тель-Авиве так называемый «день дестабилизации». Протестующих, которые продолжают выступать против судебной реформы Бенемина-Нетаньяху, разгоняли водомётами и с помощью конной полиции. С самого утра вторника демонстранты заблокировали не менее пяти больших шоссе. Они также провели забастовки на главных железнодорожных станциях в вечерний час пик, а ещё зашли на территорию фондовой биржи в Тель-Авиве, разбрасывая фальшивые деньги как символ коррупции. По данным полиции, арестовали не менее 45 человек. Протестующие утверждают, что реформа станет шагом в сторону от демократии. Премьер-министр Нетаньяху и его кабинет говорят, что сейчас ветви власти в стране не сбалансированы, и Верховный суд слишком влияет на политику. При этом большинство судей поддерживают либеральные взгляды и нередко отменяют важное решение властей. Консервативный блок Нетаньяху хочет вернуть к Нессету право принимать закон даже после его отмены Верховным судом, а также сделать более прозрачной систему назначения судей. «Поскольку государство принадлежит всем нам, мы понимаем, что часть общества обеспокоены изменениями, которые, по их мнению, повлияют на характер государства. Вот почему я хочу подчеркнуть, что мы привержены сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство, свободное и открытое, в котором правит большинство и есть гражданские права». Премьер надеется принять изменения перед 30 июля, когда Кнессет отправится на каникул. Совет безопасности ООН проводит первое заседание по вопросам угроз и рисков искусственного интеллекта. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш говорит, что сегодня существует огромный пробел в навыках работы с ИИ, в правительствах и других административных структурах и структурах безопасности. «Давайте проясним. Злонамеренное использование систем ИИ в террористических, криминальных или других целях может привести к ужасающему числу смертей и разрушений, к физическому и глубокому психологическому ущербу невообразимого масштаба. Кибератаки с использованием ИИ уже нацелены на критически важную инфраструктуру и наши миротворческие и гуманитарные операции». Министр иностранных дел в Великобритании говорит, что искусственный интеллект может помочь в создании оружия массового уничтожения, но одновременно может остановить его распространение. По его словам, нужно срочно сформировать глобальные правила контроля над технологиями, поскольку ИИ не знает границ. «Искусственный интеллект коренным образом изменит каждый аспект человеческой жизни. Не за горами новаторские открытия в медицине, повышение производительности нашей экономики. ИИ может помочь нам адаптироваться к изменению климата, победить коррупцию, революционизировать образование, достичь целей устойчивого развития и уменьшить число насильственных конфликтов». Как ожидается, руководящий орган технологии искусственного интеллекта будет создан по аналогии с Международным агентством по атомной энергии Международная организация гражданской авиации или Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Когда будет создан регулирующий орган, пока неизвестно. Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в этом кафе в берлинском районе Нойкёльн. И это неудивительно, ведь сюда часто приводят собак. Владелец заведения «Ферос» готовит такое мороженое уже год. Делает это на основе безлактозного йогурта или сливочного сыра. Десерт получается трёх видов – со вкусом ливерной колбасы, бананово-клубничной и яблочно-морковной. «Я делаю это, потому что люблю собак. Я вижу, что им тоже нужно что-нибудь холодное, освежающее. Что я на этом зарабатываю? Скажу честно, немного. Но собаки радуются, как дети». У «Фероса» много постоянных клиентов. Крицы заходят сюда несколько раз в неделю. «Мои собаки всегда тянут меня в эту сторону, чтобы я вдруг не пошла другим путём». В кафе также продают обычное мороженое для людей. Так что холодным десертом могут насладиться и собаки, и их владельцы. Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром американского кино «Каникулы Валерии». «Ты это видишь?» «Мы будем встречаться с этими парнями». «Эй, народ, смотрите сюда!» Девочка-ботаник решает притвориться своей красивой, но не существующей сестрой-близнецом из Калифорнии, чтобы стать самой популярной девочкой в школе. Когда всё идёт не по плану, она понимает, что быть самой собой гораздо важнее. Старшеклассница Валерии Перес ответственно относится к учёбе, но из-за репутации ботаника в школе у неё почти нет друзей. Однажды девушка смотрит программу о перемене личности, и ей в голову приходит неожиданная идея о том, как обрести популярность. Чем закончится эта история, вы узнаете в этот четверг, 20 июля в 21.00 на телеканале «Сочи-24», посмотрев фильм «Каникулы Валерии». Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok